Друзья, привет! Сегодня покажу 5 рецептов, которыми можно побаловать своих мужчин на 23 февраля. Мы приготовим еврейскую закуску, праздничный салат из граммовых палочек, сосиски жареные во фритюре, настоящие картофельные драники и чесночные гренки в духовке. Вашим мужчинам точно понравится. Ну что, давайте начнем с еврейского салата или еврейской закуски. Называю или так, или так, потому что это зависит от того, как вы подадите блюдо. Его можно сервировать как салат в салатнике, можно намазать на хлеб и сделать бутерброды. Нам понадобятся вареные, сваренные вкрутую яйца. Их нужно натереть на крупной терке. Прямо яйца целиком, белки от желтков отделять не нужно. Здесь очень мало ингредиентов, поэтому мы начинаем собирать наш салат. В салатник перекладываем натертые на терке яйца или в миску, в которой мы будем салат замешивать, и добавляем плавленый сыр. У меня плавленый сыр был в контейнере, и поэтому я наложила его ложкой. Советую вам использовать именно такой сыр, потому что мне кажется, он вкуснее. Если вы готовите блюда с плавлеными сырками, то их тоже нужно натереть на терке. И затем добавляем туда чеснок. Я обычно чеснока много не кладу, буквально один-два зубчика, но здесь смотрите по своему вкусу. И заправляем нашу закуску домашним майонезом. Если покупаете майонез в магазине, выбирайте, пожалуйста, хороший. Хорошенько перемешиваем наш салат до однородной консистенции. И подаем в салатнике. Или намазываем на кусочки хлеба, раскладываем в тарталетки, украшаем зеленью. В общем, как вам больше нравится. Можно даже положить его на самый обычный черный хлеб и украсить петрушкой. Будет очень вкусно и красиво. И теперь приготовим картофельные драньки. Обычно мужчины их просто обожают. Ну, мой муж точно любит их, мне кажется, больше всех блюд, тех, которых я готовлю. Драники — это просто огромная его любовь. Берем картофель и лук репчатый. Нарезаем их на произвольные кусочки, складываем в блендер и измельчаем. Если у вас нет блендера или вы по каким-то причинам не хотите делать так, как я это делаю на видео, то просто натрите все это на мелкой терке и обязательно добавьте в картофель лук. Это делается для того, чтобы картофель не потемнел. Так как настоящие драники нужно натирать только на мелкой терке, я не вижу абсолютно никакой разницы делать это в блендере или на самом деле тереть на терке, в блендере получается все намного быстрее. Теперь картофель вместе с луком нам нужно поместить на сито. Сито установить на глубокое блюдо, немножко все это перемешать, чтобы стекла лишняя жидкость. Что мы делаем дальше? Жидкость, картофельный сок мы выливаем, он нам не понадобится, а белый крахмал, который остался на дне в миске, возвращаем обратно к картофелю. Ну а дальше все как обычно, разбиваем в драники яйца, добавляем соль, черный молотый перец, если используете, и немного муки. Если вы видите, что масса у вас получается густая, муку можно не добавлять. На достаточно сильном огне очень хорошо разогреваем сковороду с достаточным количеством растительного масла. Выкладываем в масло наши драники с помощью столовой ложки и жарим с двух сторон до румяной корочки. Лучше всего драники не делать слишком толстыми, но и не жарить на медленном огне. После того, как мы получаем румяную корочку, перекладываем драники в форму для запекания и доводим их до готовности в духовке. Духовка должна быть разогрета до 180 градусов, нам хватит примерно 5 минут. А пока драники у нас доготавливаются, мы приготовим соус. Берем абсолютно любую свежую зелень, у меня был зеленый лук, и мелко ее рубим. И теперь в небольшой тарелочке мы смешиваем нарубленную зелень, какую-нибудь хорошую качественную сметанку, чеснок и немного соли. Мне кажется, что это просто идеальный соус для драников, и вкуснее уж точно не придумаешь. Но это, на мой взгляд, можно просто подать драники со сметаной. Драники лучше подавать горячими или хотя бы теплыми. Посмотрите, какие они красивые и золотистые. Приятного аппетита! А мы переходим к третьему блюду. Будем готовить праздничный крабовый салат, то есть салат из крабовых палочек, который можно как раз поставить на стол, на ваше семейное застолье. Берем крабовые палочки, предварительно их размораживаем при комнатной температуре, ни в коем случае не в микроволновке, и нарезаем на небольшие кубики. Еще для этого салата нам понадобятся помидоры. Я взяла 4 помидорки, 2 из них порезала мелким кубиком, точно таким же, как порубила крабовые палочки, и 2 помидорки я использовала для подачи салата. Их нужно нарезать на не очень толстые кусочки, точнее кружочки. Еще раз повторю, 2 помидорки мы рубим кубиками, точно так же, как крабовые палочки, а еще 2 помидорки мы нарезаем на кружочки и будем подавать на них салат. Крабовые палочки и помидоры сразу соединяем и натираем на терке твердый сыр. Я взяла примерно 200 грамм твердого сыра. Сыр можно брать абсолютно любой, какой вам больше нравится. Половину сыра добавляем в салат, туда же, где лежат крабовые палочки и помидорки, а другую половину сыра пока что оставляем. Она нам пригодится чуть попозже. Берем небольшой зубчик чеснока. Если у вас нет свежего чеснока, можете использовать сухой чеснок. Я свежий зубчик выдавила через пресс, мне хватило одного. И заправляем наш салат домашним майонезом. Если вы не любите майонез, можно использовать сметану. Все это хорошенько перемешиваем и теперь выкладываем на кружочки помидорок. Лучше всего и удобнее это делать с помощью чайной ложки, а не столовой, как сделала я. Когда весь салат на помидорки выложили, посыпаем его оставшимся натертым сыром. Его, то есть салат, ну то есть помидорки. Выкладываем их на какое-то красивое или обычное плоское блюдо и украшаем свежей зеленью. Я просто разложила вокруг веточки укропа. Этот салат, правда, очень вкусный, он мне безумно нравится. И несмотря на то, что там присутствует майонез, он такой весенний, легкий и достаточно свежий. А мы готовим с вами дальше. И сейчас вы узнаете, как сделать невероятно вкусные сосиски на палочке. Сначала мы приготовим кляр. Для этого смешиваем яйцо, молоко, добавляем кукурузную муку, соду, соль и сахар. Все хорошенько перемешиваем с помощью венчика. Кстати, муку здесь лучше брать именно кукурузную, потому что она дает ту самую хрустящую корочку. А вот теперь, когда все ингредиенты перемешали, добавляем уже пшеничную муку. И снова все перемешиваем с помощью венчика, так, чтобы в тесте не было комочков. Если вы видите, что тесто получается, ну, слишком густое, то добавьте в него еще немножко молока. Только, пожалуйста, не перестарайтесь. Когда добились нужной консистенции, добавляем в тесто кукурузный крахмал и снова все перемешиваем. Крахмал здесь лучше брать именно кукурузный. По консистенции тесто получается вот такое вот, как у меня на видео, и напоминает густую сметану. И теперь мы подготавливаем сосиски. У меня сосиски были достаточно длинные, поэтому я разрезала их пополам. Если у вас маленькие сосиски, какие-то детские, то резать их не нужно. Теперь каждую сосиску нанизываем на деревянную шпажку. В тарелочку насыпаем кукурузную муку и каждую сосиску очень хорошо в ней обваливаем. И это делается для того, чтобы наш кляр с сосиски не сползал. В ковшик наливаем большое количество растительного масла. Мы будем жарить сосиски в фритюре, ставим на плиту и очень-очень хорошо разогреваем. Масло должно практически закипеть. Мы возьмем сосиску за палочку и окунем ее в кляр. Поэтому для удобства я перелила кляр в глубокий стакан. Окунаем сосисочку в кляр, немножко поворачиваем, только не быстро, чтобы лишнее тесто стекло. И затем опускаем в кипящее масло. Там тоже немножко поворачиваем, чтобы сосиска прожарилась со всех сторон. Затем выкладываем ее на бумажное полотенце. Здесь обратите внимание, что сосиска должна полностью быть покрыта маслом. Поэтому ее лучше так вот держать немножко под наклоном. И очень сильно не крутите, иначе ваш кляр весь сползет в ковшик. То есть движения должны быть очень плавными. Поворачиваем медленно. Посмотрите, какие они красивые, а какие вкусные, вы даже не представляете. Кстати, надо будет их тоже приготовить. И теперь переходим к следующему рецепту. Будем делать очень вкусные сухарики из бородинского хлеба с чесноком. Берем бородинский хлеб, срезаем с него корки, они нам не понадобятся, и нарезаем его на брусочки. Брусочки не должны быть слишком тонкими, и постарайтесь сделать так, чтобы они были примерно одного размера. Берем глубокое блюдо, такое, чтобы в него поместились все наши нарезанные кусочки хлеба. Наливаем растительное масло, добавляем соль и черный молотый перец. И затем выдавливаем чеснок. Количество чеснока зависит от ваших предпочтений. Если вы хотите сильной чесночной гренки, то положите чеснока прям много. Если вы хотите получить только аромат чеснока, то, я думаю, будет достаточно примерно одного зубчика. Все это дело теперь хорошенько перемешиваем и добавляем туда наш нарезанный хлеб. Либо можно сложить хлеб в глубокое блюдо и полить его вот этим вот маслом. Делайте так, как вам удобнее. После того, как добавили все масло, очень хорошо и тщательно перемешиваем хлеб с маслом. Лучше всего с помощью рук, руками, то есть не ложкой. Нам нужно добиться того, чтобы каждый кусочек хлеба был хорошо покрыт маслом со всех сторон. Теперь берем противень, застилаем его бумагой для выпечки и выкладываем наши сухарики. Готовим в разогретой до 200 градусов духовке примерно 7-10 минут. Точное время зависит от размера брусочков и от мощности вашей духовки. Они должны остаться мягкими внутри и получиться хрустящими снаружи. Посыпаем готовые сухарики сухим чесноком. Приятного аппетита! Надеюсь, моя подборка была вам полезной. С наступающим праздником, дорогие мужчины! Субтитры создавал DimaTorzok